Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня у нас такая разговорная тема, и поговорим мы о двух вещах. Первая я расскажу о одной интересной конференции, которая пройдет очень скоро, а вторая поговорим про три замечательные книги по алгоритмам, как и в какой последовательности их стоит читать, и стоит ли читать те или иные книги по алгоритмам вообще. Поэтому давайте устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Мой канал про программирование, для тех, кто хочет программировать лучше. Если вы смотрите меня, значит отчасти разделяете мои взгляды. Много раз мы обсуждали, что IT раньше и сейчас это две разные истории. Часто ругая современное IT, мы забываем, что границы и возможности, которые ранее казались недосягаемыми, сейчас стали реальностью. Машины обучения, искусственный интеллект, роботы и много других вещей, которые раньше встречались только в научно-популярных романах про космос, теперь стали реальностью. Я помню, как дети раньше хотели стать космонавтами, потому что казалось, что ничего более прорывного и фантастически увлекательного не существует на свете. А сегодня я вижу, как подростки активно интересуются IT, именно в нем находя то, что назвали бы сейчас вайбом космоса. IT и программирование, в частности, стали новым космосом для современной молодежи. При этом мы забываем, что современное IT выходит далеко за те рамки, о которых мы мечтали 20 лет назад. Раньше каждый ребенок мечтал стать космонавтом, покорить космос. Космос всегда казался чем-то необычным и загадочным. Мы сами не заметили, как дети перестали мечтать о космосе, а стали все больше мечтать о профессии программиста, аналитика, программного архитектора, дата-сайентиста и так далее. И я не случайно заговорил про этот тренд. 3-4 декабря компания Яндекс проводит свою очередную конференцию ЯТОКС. Она пройдет под девизом «IT как новый космос». Ссылочки будут находиться в описании. Формат конференции немножко необычный. В первый день нам предлагают полностью забыть о разработке. Вместо этого пройдут кулинарные мастер-классы, пайка для всей семьи, стендапы и другие вещи, которые, в общем словом, можно назвать лайфстайл. Это и развлечение, и образ жизни в одном флаконе. Во второй день начнется все самое интересное, касаемое разработки. И пара слов о том, как это все будет организовано. Все разбито на треки. Первый – это лайфстайл, о нем я уже сказал. Здесь именно о жизни и о разработке. То, о том, как двигаться вперед и не выгорать. Еще одна секция – это фронт-энд. Из названия понятно, что речь пойдет о фронт-энд технологиях, о достижениях года, которые были в этой области достигнуты. Бэкэнд – это еще одна секция, в которой подведет черту под технологиями в области бэкэнда. Это искусственный интеллект, кластерная обработка и другие вещи, которые в течение года происходили в IT. Машинное обучение – это секция, которая нужна сегодня любой конференции. Здесь речь про генерацию контента, обработку естественных языков и другие задачи машинного обучения. Еще одна секция – это мобильная разработка. Трек, в котором своеобразный взгляд на разработку будет представлен. По сути, это что-то из серии микромиров, где рассматриваются доставка еды, здоровья, такси, как некие небольшие микромиры. В общем, интересный взгляд, и в этой секции будет интересно о нем послушать. Ну и последняя, новая секция – это продукт. Это уже о том, как разрабатывать продукт, как организовать команду, как двигаться к цели и как достигнуть этой самой цели. Очень важная тема, которая раньше как-то не особо рассматривалась. Ну и в завершение о спикерах. Здесь достаточно сказать, что 80 человек, высокоуровневых профессионалов, будут рассказывать о своих достижениях. Правда, лично я с ребятами не знаком. Своё мнение я сложил исключительно на том, что прочитал на сайте. Но, тем не менее, это еще один повод познакомиться с ними, встретиться онлайн и понять, насколько ребята хороши в своей области. В общем, 3-4 декабря, ЯТОКС, приходите, будет интересно. Ну, а теперь поговорим про алгоритмы. Вообще, я хочу рассмотреть три книги. Это Грок и Малгоритмы, её на бумаге у меня нет. Но это интересная книга для новичков, стоит пару слов сказать о ней. Основную часть видео я хочу посвятить вот этим двух книгам. Это «Алгоритмы руководства по разработке» от Стивена Скиена. И «Алгоритмы построения и анализ» от Томаса Кормана и Команда. Они такие довольно толстые, но Корман, естественно, толще. И вот поговорим, что там в этих книгах есть интересного. А начать хочется с Грок и Малгоритмы. Вообще, первое, что часто спрашивают все начинающие разработчики, зачем нужны алгоритмы, зачем их учить. И вообще, как бы, алгоритмы это интересная штука, потому что изучать алгоритмы можно на разных уровнях. То есть, так же, как математика в школе, начинается там с арифметики, потом она переходит всё более глубоко. И в институте вы изучаете уже высшую математику. С алгоритмами то же самое. Они очень близко идут с математикой. В алгоритмах тоже есть доказательства определения корректности алгоритма. Достаточно большая развесистая теория. Поэтому алгоритмы можно изучать как на очень простом уровне, который просто для, что называется, поддержания разговора использовать так, и на очень глубоком, начиная с доказательств, начиная с, заканчивая порядком и оценкой сложности алгоритма, и его корректностью. То есть, много вещей можно про алгоритмы изучать. И вот как раз эти три книги, которые я сегодня хочу сравнить, они как раз и расположены по порядку увеличения сложности. То есть, Гроком алгоритмы это такая книга, которая подойдёт абсолютно всем новичкам. Потому что она рассматривает основные алгоритмы, причём она рассматривает и алгоритмы, и структуры данных, и особо не делает различия. То есть, если мы говорим про хошь таблицы, например, которые в Гроком алгоритмы идут отдельным разделом, то это структура данных. А дальше там рекурсивные алгоритмы, поиск алгоритм, это идут алгоритмы. То есть, там немножко это всё перемешано, и это не ухудшает повествование, скажем так, и передачу материала. Потому что в книге Гроком алгоритмы основной упор это на простоту и понятность. То есть, там нет доказательств, нет развесистой теории. Там есть немножко про сложность алгоритма, но опять же не рассмотрена временная и сложность по памяти. То есть, это как бы две вещи, которые балансируют в алгоритмах. И в Грок ему алгоритмы этого всего нет. То есть, там достаточно поверхностно, но суть уловлена, передана правильно. То есть, вот это прелесть этой книги. Она подойдёт новичкам, войти в понимание алгоритмов, рассмотреть основные алгоритмы, которые применяются на практике, понять, что это вообще такое. Но, как я уже сказал, прелесть алгоритмов заключается в том, что их чем глубже изучаешь, тем больше понимаешь самопрограммирование. Вырабатываешь всё алгоритмическое мышление, начинаешь совершенно по-другому смотреть на разработку программного обеспечения. Появляются определённые понимания, как строить свои алгоритмы, как доказать, что они будут за конечное время выдавать конечный результат и укладываться в необходимую оценку. И для того, чтобы это изучить глубже, вот как раз вторая книга, которая у нас есть, это алгоритмы руководства по разработке Стивенс Киена. И здесь у меня двоякое отношение, потому что, с одной стороны, это хорошая книга, но, к сожалению, в ней есть достаточно много ошибок. То есть, связаны ли они с переводом? Да нет. То есть, даже можно сказать, что переводчик-то на самом деле нормально всё перевёл и постарался передать суть корректно. Это, кстати, отмечаю не только я. Вот у самого Стивена с повествованием, изложением мыслей есть некоторые проблемы. Например, я вообще не нравится, как здесь изложено доказательство по индукции. То есть, как доказывать корректность алгоритма по индукции. Здесь есть несколько страниц на эту тему. Рассказано вроде бы всё правильно, но после прочтения не остаётся в голове практически ничего полезного, потому что сам стиль и способ изложения, они очень удачны. Есть, например, там в линейном программировании ошибки, связанные, например, множество и сумма. То есть, в формуле указывается сумма, на словах говорится множество. Но при этом есть хорошо иллюстрирующее изображение. И, в общем-то, вот эти ошибки, которые здесь возникают, они возникают на протяжении всей книги, но они компенсируются, во-первых, и дальнейшим изложением, а во-вторых, они всё равно содержат вещи, которые вы усваиваете. То есть, в этом смысле, с Киена это действительно такая книга, которая не может быть прямо настольным изданием для профессионального разработчика, который хорошо погрузился в тему алгоритмов, но прочитать её стоит. Вот несмотря на то, что это не самое лучшее издание по алгоритмам, тем не менее, я считаю, что оно удачно, именно следующая книга после «Игрок и алгоритмы» должна быть именно вот эта алгоритма по руководству по разработке, потому что она не содержит доказательств, она не содержит такой глубокой, серьёзной математики, она содержит такой близкий к математическому, скажем так, подход, да, то есть, излагается всё-таки более-менее уже формально, не так, как в «Игрок и алгоритмы». Здесь есть и про оценку, и про оценку временной сложности, и про оценку сложности по памяти. Здесь есть хорошо иллюстрирующие изображения, и, в общем-то, достаточно хорошее покрытие по алгоритмам. Но, как я уже сказал, есть сложности, связанные с изложением, и какие-то вещи вам, конечно, со временем придётся переосмыслить и понять лучше, но, тем не менее, повторюсь, вот этот момент, когда вы что-то изучаете, сразу с нуля и до идеального состояния так не получается. Как в школе вы сначала, вам в школе говорят, делить на ноль нельзя, потом, оказывается, делить на ноль можно, в школе говорят, ответательных чисел нет, потом оказывается, что они есть. И вот здесь примерно то же самое. То есть, после того, как вы прочитаете «Игрок и алгоритмы», «Игрок и алгоритмы», и перейдёте сюда, вы найдёте для себя много нового, а потом вы перейдёте вот к этой книге. И, в принципе, вот этой книге, одной этой книге достаточно для человека, который хочет так твёрдо, скажем так, на четвёрочку разбираться в алгоритмах, потому что она содержит, кроме алгоритмов, кроме того, что здесь достаточно хорошо и корректно всё изложено, она содержит раздел по математике. Он не очень большой, но, по крайней мере, вся математика, касающаяся множеств, теории вычислений и так далее, она здесь есть, да, то есть, в конце книги есть раздел по математике, который позволяет, прочтение которого позволяет понять всю математику, которая есть в книге по алгоритму. Эта книга содержит дополнение ко всему, ещё и доказательства. И вот она этим и прекрасна, что вы, читая эту книгу, ну, опять же, читая, здесь сильно сказано, эти книги нужно не читать, их нужно изучать. То есть, вы берёте эту книгу, берёте какой-нибудь интересующий вас алгоритм, открываете, да, вот, к слову, здесь вот всё, всё вот с формулами связано, всё здесь есть, на все случаи жизни есть формула. Так вот, и математическая запись доказательства, всё здесь есть. Так вот, вы не читаете её как книгу, сначала до конца, вы открываете интересующий вас алгоритм и разбираете с ним, разбираете его по частям, и смотрите, как здесь объяснено, как здесь реализовано, и описан подход к решению алгоритма, к решению задачи. И это касается и вот этой книги, то есть, читать их как перед сном, для того, чтобы лучше уснуть, вообще не стоит. Стоит именно разбираться с конкретными алгоритмами и переходить дальше, даже не последовательно можно, можно идти в интересующем вас порядке. Вот. Но здесь прекрасно то, что есть доказательства. Эти доказательства, как известно, самое прекрасное, что есть в математике, это доказательства, и настоящие математики больше всего интересуются доказательствами, потому что именно в них изложено то, что можно использовать в своей работе, в формировании у себя мышления, скажем так, формального, математически обоснованного. Это важно. Ну, по крайней мере, для меня, для человека, который ставит иерархию программистов именно по своим навыкам и возможностям именно в плане построения и умения формализовать свои мысли и писать надежные программы, вот это очень все важно. Конечно, для того, чтобы писать какие-то легкие сайты, вот всего этого не надо. Но для инженера, для хорошего инженерного подхода, это очень-очень нужная книга. И вот здесь возникает вопрос, а что касается нашего любимого Кнута и искусства программирования. Есть там несколько томов, которые всеми разрекламированы и считаются вообще фундаментальными книгами по этому вопросу. И да, у Кнута действительно есть серия искусства программирования. У него есть более интересная книга, это конкретная математика. Конкретную математику стоит прочитать в дополнение к этой книге. То есть, когда вот этот раздел с математикой прочитаете из Кормана, можно прочитать книгу конкретная математика, и вы поймете, что дальше это, в общем-то, Кнут, он еще глубже, скажем так, даже нет, не так, не глубже, шире покрывает тему. То есть, он рассматривает больше алгоритмов, он глубже раскрывает некоторые моменты, связанные именно с математическими основами. Но вот все остальное, касающееся того, что пишет Кнут, будет понятно и достаточно не будет казаться сложнее, чем то, что изложено у Кормана. То есть, Корман в этом плане это тот золотой стандарт, который, одна книга, которую можно иметь у себя, в которой есть и необходимая математика, и доказательства, и корректно изложенные алгоритмы. И этой книге, одной этой книге, в общем-то, достаточно, чтобы иметь ее на своем столе. Но с этой книгой у меня связана интересная история. Это вообще третий экземпляр книги, которые у меня есть. Я покупал эту книгу в сумме три раза. Первые две книги я дарил. То есть, я смотрел на эту книгу, понимал, что не открываю ее очень долго, и дарил кому-то из своих друзей, коллег. Потом понимал, что в какой-то момент мне опять интересно освежить все это в памяти. Опять покупал эту книгу. И вот сейчас, в связи с тем, что на канале я, может быть, если соберу силами, буду больше рассказывать про алгоритмы, я еще раз купил эту книгу, еще раз ее хочу разобрать, освежить в памяти. И для меня все-таки это лучше, чем Кнут, это лучше, чем Скиена. И здесь, кстати, есть еще одна книга. Я ее, кстати, честно говоря, не читал, но вот когда я готовился к этому видео, посмотрел, что есть еще интересная книга. Это алгоритмы на Java. Роберт Седжвик, сложная фамилия. Ее можно взять вместо алгоритмов с руководством по разработке. Она очень похожа на то, что пишет Стивен Скиена, но говорят, он там лучше рассматривает вопросы, лучше излагает материал. И примеры там, я так понимаю, на Java есть раздел, посвященный именно технической реализации на языке программирования. Поэтому в некотором смысле может быть получше. Хотя именно с теоретической точки зрения я бы все равно, наверное, взял Скиену, несмотря на все его недостатки, как промежуточное звено между Гроком алгоритмом и Корманом. Вот так я бы разместил эти книги, вот так я бы их охарактеризовал. Надеюсь, вам это было полезно. Надеюсь, вы что-то для себя поняли и поняли, что какую-то из этих трех книг все-таки вам стоит купить и немножко с ней поразбираться, для того, чтобы просто расширить свой кругозор, понять глубже тему программирования. Ну а с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.